Встреча Путина и Пайдену Встреча Путина и Пайдена Встреча Путина и Пайдена Встреча Путина и Пайдена Встреча Путина и Пайдена Но это говорит о том, что мы не субъектны, что мы находимся под внешним управлением и считаемся слабыми. Без нас решаются. Как это изменить, я знаю. К сожалению, офис президента этого не хочет понимать. Да, еще также Байден сказал, касательно НАТО, что пока в Украине не поборят коррупцию, то в Украине в НАТО не будет. Как вы думаете, насколько реально, чтобы в Украине не побороли коррупцию? И как это вообще можно сделать? Учитывая то, что уже долгие годы борются. Причем коррупция до НАТО. Но коррупция где? В оборонной сфере? Тогда понятно. Поэтому, когда говорят, что побрите коррупцию, они сами ее поддерживают в виде фондов всяких там грантов, ничемных организаций, которые обязаны по закону заниматься борьбой с коррупцией, занимаются ерундуем. А политиков там дергают и так далее. Поэтому, я думаю, что это просто нужно рассматривать как отговорка, как дипломатический отказ. То есть, вместо того, чтобы сказать, хорошо, да, вот план ПДЧ, вот действия, вы должны там делать то-то, то-то, как-то это. А борьба с коррупцией, это как борьба, как говорил Жеглова, с бандитизмом. Она будет вечная. А если мы ее поборим, то мы построим коммунизм. Это где-то из этой области. Вы скажете, вы прививались вообще уже от коронавируса? Нет, мне нельзя пока прививаться. У меня высокий достаточно уровень антител, как говорят, титры антител. И мой лечащий врач говорит, что пока до конца лета вакцинироваться мне не нужно. А вот появилась информация, что в Раде с 15 по 18 часов будут прививать Пфайзером. Вот если бы была возможность, вам было бы можно, вы бы привились? Смотрите, такая возможность у народных депутатов уже есть. Сегодня заехала бригада врачей, человек 30. Вот тут сразу, когда заходишь, вот тут сразу. С левой стороны стоит столик, сидят эти люди, записывают всех наших. В ремне я видел, записывал кучу депутатов. Тут же всех вакцинируют именно Пфайзером. Поэтому эта опция есть, существует. Это не слухи, это реальность. А как думаете? Я так думаю, на весь состав парламента выделили Пфайзер. И как думаете, это случайно, что это именно Пфайзер? Или специально выбирали Пфайзер как вакцины? Ну, это же предусмотрено протоколом встречи Зеленского и Байдера. Где-то так. Поэтому это протоколе же записано. Обязательно встретимся, если вы Пфайзером вакцинируетесь. А если там другим, там Синовак китайский. У нас же, кстати, скоро будет проблема с китайцами тоже. Я еще удивляюсь, кстати, как Синовак до сих пор не запретили китайский. А почему это будет? Ну, потому что Китай же с Россией против Америки объединился. Я в этом смысле. А, кстати, Индия тоже там где-то рядом. Ну, при этом вот Астразен и Ковишев мы завезли. Индия тоже в том же блоке. Вы вообще понимаете, что мир разделился на... Ну, в геополитическом смысле, да? На две части. Первая часть это Россия, Китай, Индия, Иран, Турция. Путина, Синнадо. Куча арабских стран. Половина Африки. И против этого мира выступают то Соединенные Штаты, старая дряхлая Европа, без Великобритании. И тоже там непонятная ситуация с Германией, да? То есть Германия там 50-50. Она как бы тоже вроде бы как одной ногой с американцами, а другой ногой с россиянами. Если почитать по количественному отношению граждан, проживающих в этих странах, большинство людей на планете поддержали, ну, их страны поддержали Александра Георгиевича Лукашенко в качестве президента и признали его. Ну, потому что Китай это 1,7 млрд, Индия 1,3 млрд, Иран 200 млн, Россия 150 млн, Турция 70 млн, дальше считаем. И все понятно. Ну, там еще азиатский куча стран. Ну, то есть где-то примерно 60% населения планеты, стран, поздравили и поддержали Лукашенко на президентских выборах. А нам сарасята кричат, что весь цивилизованный свит не визнает диктатора, а кто это весь свит? Давайте подрахуем. Ничего, может, у них там и есть свит на Марсе, а на Луне там. Ну, я так и видел. Сарасята.